Встреча с Шевченко 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 Прошу принять решение про разработку детального плану территории на поретене Тараса Чеченка литературно для розгляду питания размещения мудивниц, мудивниц, мудивниц и мудивниц, а самовуховного начального центра. Объясню, почему именно такая терминология. Как церкви вообще не нужна земля, ее достаточно церкви, все, что есть, для выполнения. Но есть возможность, то есть, если мы говорим за образовательный центр, для обучения горожан, снова повторяю, не просто прихожан. Понятно, что среди горожан, чтобы вы знали, прихожан в центре Петух Ревис или каким-то образом причастны, около 3000 человек. То есть, 700 человек регулярно посещают многослужения, добавки сюда родителей, детей и так дальше, и можно представить. Поэтому, ну, там, говорить по поводу сектанта, ну, как-то не имеет смысла. Это 3000 людей в городе нашем, которые видят приблизительно в одном направлении. Теперь, мы подали заявку, я поговорил с мэром, он говорит, слушайте, у нас нет генерального плана, мы не можем выделить там землю и так дальше. Ну, для того, чтобы нужно ждать генеральный план, когда он сделается, нужно там 11 миллионов, может через пару лет мы не получим, ну, и так дальше. Можно пойти другим путем. Если вы найдете организацию, в которой мы составим трехсторонний договор между мэрией, организацией и, например, церковью, о разработке детального плана территории, то тогда можно разработать детальный план территории, и на основании этой разработки уже под следующий этап подавать депутатам, выделять, не выделять. Короче, это следующий вопрос. Мы сказали, окей, потому что я живу принципом. Мы никогда не строились и не делали все, что мы сделали, потому что есть деньги или какой-то мега-спонсор заграничный. Мы всегда делали библейским принципом. Он работает так. Имеющим удастся и приумножится. То есть надо хоть что-то иметь, и надо это иметь, что да, оно начинает развиваться. Так мы делали всегда и все. Построенный детский центр «Парусонадежный» уже в 15 лет он работает без единой дотации государственной. На данный момент там принцип «Два ребенка». Есть центр для переселенцев. Город имел 800, чего там, 1000 евро. Мы сумели сделать то, что мы сделали за 1 месяца. И сотни переселенцев там жили, устроили и так дальше. Но вопрос не в этом. Я просто за сам принцип. Поэтому мы сказали, окей, можем мы выделить 8000 гривен там на вот это. Хорошо, выделим. Мы начали, наняли компанию, она сделала детальную разработку детального плана. В установленные сроки разместили эту всю информацию на сайте, на городском сайте, в СМИ. На первом этаже несколько месяцев висел этот план. Никаких замечаний по поводу горожан и возражений не было. Поэтому было выставлено на заседание депутатов, нужно было принять решение про, честно скажу это слово, про разработку детального плана территории. Не про передачу, не там что-то другое. Мы решили только про разработку детального плана. И на сессии депутатской комиссии, у нас есть там некоторые предложения, даже не возражения, а некоторые советы. И второй человек сказал, что, а вот с местных жителей вы спрашивали или нет, на что мы сказали. Но информация была публично, никто не сделал возражений. И приняли решение на этой сессии отложить этот вопрос. Отложить, отложить. Но я встретился потом с депутатской комиссией, они сказали свои предостережения даже на этот счет. Учили все. И второй депутат сказал, что надо было встретиться с местными жителями. Организовали встречу, человек 12 было на встрече. Это было в субботу, может быть недели две назад. Люди не знают информации, а знаете как, направленные. Вот тут устроят, тут забирать. А принес документы, проект, как это выглядит, что и просто. Ну сначала встретили еще диагестину, потом говорю, давайте я объясню, а потом вы скажете. Я объясню, что намеревается. И что это не разрешение на строительство, это просто разрешение на разработку детального плана. Начались разные вопросы по поводу коммуникации и всего остального. И архитектор, который сделал предложение, все это учтено. Вопросов на этот счет вообще не возникло в тех, кто это делал, но и уже для земельных эмиссий проверяющих. Но жители начали возмущаться, часть жителей. Один, что я сказал, а я вообще не против. В основные возражения были сведущие. Здесь будут дети, будет шум. Мы выбирали частный сектор, а не романский. Ну вот такое. Потом я написал в СМИ, не в СМИ, а в группе родной славянцы. А очень извиняюсь за слово, которое я сказал по поводу Халбут, что там жители, это было неправильно с моей стороны. Ну и все. По сути, это же было информирование людей, что мы хотели. Люди сказали, а мы не хотели. Или это часть людей, их там через 12, может быть, 13. Часть людей, большая часть людей сказала, а мы не хотели. И другими словами, мы все, не хотели, не хотели, мы хотели. Дальше это же не мой вопрос. Это вопрос депутата, который примет решение. Не давать разрешение на разробку детального плана, а вот давать дозвину на разробку детального плана. А когда сделается детальный план, не выделяйтесь, а выделяйтесь. Ну, какие претензии какие-то. Началась активизация в информационном поле, грязи и всего остального. Вот это наша территория. Ну, как бы нехорошо это получилось. Уже вообще не с нашей стороны. Эта новость вышла по версии 0.6262 в 5. Топ новость прошлой недели. Ну, и как-то так вот получилось. Это нехорошо. Не знаю даже причины. Потому что никто ни на чем не наставил. Можно в другом месте. По поводу образовательного центра. Мы же даже сегодня не говорим. Мы говорим за что? Потому что есть частные люди, которые хотели бы это сделать и собираются вкладывать какие-то деньги. Это даже не муниципальные деньги. Хотя нормально можно было бы участвовать всем в этом. По поводу образовательного центра. Если брать наш университет педагогический, он на 165 месте. И он единственный. Нельзя детям не давать альтернативы. Не все хотят быть психологами, не все хотят быть альтернативами. Что-то надо в городе развивать. У нас был объект химический, когда у нас был химпром. Ну а сегодня это один. Надо что-то давать. То, что соответствует сегодняшний день. Да. Вот такова. По поводу бюджета. Деньги приходят в бюджет. И задача депутатов и мэра сделала так, чтобы люди в грамоте стали богаче. Ну, то есть, чтобы вложить суда же. И тогда снова к нему приходим. Как это сделать? Это значит рабочие места собрать. Парнистное решение. К примеру, кто-то бы сказал. Я правильно, если понял ваша решение? Стоит вопрос в этом месте. Вот прям принципиально. Просто думали, что это подходящее. Там пустынь. Загашенный. Мы все знают. Я, например, участвовал в субботнике. Я житель близлежащей улицы к этому месту. Участвовал в субботнике. Там страшное, что происходит. И вопрос не только, если скажут, что наркоман. Вопрос не только в наркоманах. Я добавлю больше. Там вопросы в бытовом мусоре, которые явно приносят ближайших домов в посадках. Тоже эта проблема существует. Вопрос вот. Если мы давайте... Простой вопрос. Есть конфликт. Вот тут хотим строить. Одни не достроят, другие не хотят, чтобы что-либо строилось. Какой механизм мы предложим? Пусть это сейчас вопрос возникся. Завтра возникнет с другим, с третьим, с четвертым. Какой механизм решения этих вопросов? Вот давайте осудим этот вопрос. Решается конфликт самым простым, каким способом. Не создала так. Дело в том, что мы еще не рассматриваем альтернативное использование данного земельного участка. Ты сам знаешь, Андрей Васильевич, что у нас вопрос о выделении земельных участков никто не решает. И никто этим не занимается, как правильно сказано. Земельным участком, а частное строительство. Да, слушаю, сейчас как правильно сказано, что нет генерального плана, об этом давно говорится, никто этим не занимается. Но я думаю так, любой конфликт вращается в альтернативе. Это самое простое решение конфликта. И рассмотрим все альтернативы. Есть земля. Я, например, занимался земельным вопросом. У меня однократно по поводу предоставления земельных участков для участников боевых действий. Тогда им было 130 человек, сейчас уже за 200. Будем так говорить. В каждом из них положено 10 соток. Это вопрос, я знаю, сейчас на уровне уже было густую, чуть усадь пришла, уже как пошло. И опять на этом загнуло. Поэтому я за что говорю? Ну, вопрос о том, как поддержать киркей. Этот отдельный разговор тут совсем не вяжется. Я тоже немножко гамп. Человек больше в этом соображал. Поэтому давайте альтернативы. Давайте, если уже обратились в общественные советы. Я хочу альтернативы. Давайте продолжим. Есть земельные участки. Рассмотрим. В каком ракурсе? Так как у них деталь, как это называется. И мы предложим альтернативы. Возможно, те люди, я не закончил говорить. Придут и скажут. Мы согласны. Вот у нас частный сектор. Пусть, пожалуйста, 8-10 соток. Пусть люди строятся. Вы же только рады. Понимаешь? Вот какая альтернатива. Мы же не рассматривали, что вот увидели там одно и все. А вот 200 человек. Никто и сотки не получил. А отказ какой? Нет ни одной сотки в городе. Вот так же надо сказать. Это не сколько от себя. Сколько от группы, от членов общественного совета. От группы, которые несколько членов общественного совета. Значит, наверное, многим из вас известны. Средствами массовой информации подготовлены проекты решения. Городского совета. Сессия, очевидно, состоится 23 мая. Запланирована. На котором будут приниматься вопросы о назначении на должности заместителей городского головы Сеплецова Андрея Владимировича и Рубана Андрея Евгеньевича. Которые на данный момент работают в системе органов исполнительной области. В связи с тем, что, в общем-то, и персональная фигура Сеплецова, и персональная фигура Рубана в определенной части громады города Славянска вызывает… Есть вопросы по… Скажем… Ну, вы понимаете про Сеплецова, по вопросу его назначения. На данный момент идет судебный процесс, связанный с законностью принятия решения в его назначении. У Рубана… Ситуация связана с его декларацией. Кто не в курсе? Я думаю, что связана с декларацией и наличием собственности шести или семи квартир в городе Киеве. Есть мнение, что данный вопрос, в общем-то, должен выноситься… Должен… Должен будет вынесен на обсуждение общественности. То есть, если… Не смысл, а как? Будет ли правильное решение о назначении вот этих двух кандидатов на такие важные должности? Сеплецов претендует на должность, связанную с управлением жилищно-коммунальным хозяйством в городе Славянский Рубан, будет курировать вопросы инвестиционной политики, вопросы, связанные с деятельностью инспекции по благоустройству, и там ряд других… Вопросы экономики… Да, да. Вопросы планово-экономического управления, то есть вопрос планово-экономического… Планово-экономического развития города. Вот. Фигуры, в общем-то, неоднозначные. И в романе много таких вопросов. Поэтому я считаю, что есть необходимость заявить перед исполкомом городского совета перед городским головой, что данный вопрос о необходимости, о правильности принятия решения о назначении этих людей на такие ответственные посты, должны пройти какую-то процедуру общественного обсуждения. Подготовлена такая пропозиция на имя городского головы, для того, чтобы она была эффективна, эффектна и действенна, ее необходимо, чтобы подписала минимум три общественных организации. Поэтому я предлагаю присутствующим членам общественных организаций обсудить свои организации, если у кто-то уже сформировал мнение и желает подписать данную пропозицию, которая звучит по проведению грамматской консультации с грамматской свечу до питания призначения Севельцова и Рубана на должности это, это подписать данные предложения на имя городского головы, чтобы оно было рассмотрено на исполком. Если кто-то сформировал, предлагаю подписать. Если кому-то нужен срок обсудить, имейте в виду, обсудите и у кого будет принято решение, контактируйте со мной, чтобы иметь возможность подписать и мы его направили в исполком городского совета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok